Всем привет! Я Татьяна Гребенюк и это самая музыкальная программа. Музыка. Как много всего скрывается в этом простом слове. Все мы любим слушать музыку. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Прохлада осени уже навевает грустные мотивы, а у нас в студии по-прежнему жарко. А жарко потому, что в нашей постоянной рубрике парад клипов сегодня горячий, яркий, неудержимый южнокорейский рэпер Псай. С взорвавшим ютуб-клипом... С 15 июля 2012 года, когда он вышел, Псай сумел влюбить в себя весь мир. Начиная от первых лиц государств и заканчивая мировыми звездами. А что мы знаем об авторе этой незатейливой песни? Итак, представляем 10 ранее неизвестных фактов о звезде. Гангам район в Сеуле. Что-то вроде американского Беверли-Хиллз. Тут живут в основном богачи. Псай, сокращенное от психа, произносится как сай. Слова «Опан» из «Опан Гангам Стайл» используются в Южной Корее в основном девочками в качестве обращения к старшим братьям. Используемый в клипе популярный танец «Оседлание лошади» сначала был опробован на других животных. Автор пытался повторять движения других животных, даже кенгуру. Но в конце концов остановился на лошади. Псай женат. У него растут две дочки-близняшки. В 2002 году Псай был задержан за хранение марихуаны. Альбом с песней «Гангам Стайл» – шестой по счету альбом «Псай». После завоевания ошеломительного успеха Псай заключил контракт со звукозаписывающей компанией «Скутер Браун». Псай признается, что вырос на песнях «Квин» и «Айра Смит». В клипе помимо самого Псай снялось много других корейских актеров. Парень в желтом и парень в лифте – это известные корейские комедианты. А девушка – корейская певица Хуна Ким. Мы продолжаем. Безусловно, профит в виде бешеного роста популярности своей фигуры Псай получил. Он стал чуть ли не национальным героем своей страны и живым мемом всего мира. Кому бы еще генсек ООН Пан Ги Мун разрешил прилюдно учить себя, как танцевать пародийный танец «Гангам Стайл»? Другим последствием вирусного видео является то, что такие клипы порождают множество пародий на себя. Так и на клип «Гангам Стайл» имеется не один десяток пародий на том же YouTube, некоторые из которых набрали также довольно внушительное количество просмотров. Сегодня мы решили представить вам подборку наиболее интересных и популярных пародий на «Гангам Стайл», которые нам показались достойны вашего внимания. Итак, начнем! На первом месте нашего рейтинга пародий на «Гангам Стайл» расположилась не столько пародия, сколько кавер в стиле «Метал». Качественно, мощно, качает! Противовес лидеру нашего рейтинга на втором месте расположилась довольно милая, но в то же время качественно снятая и эффектно поданная пародия на «Гангам Стайл», сделанная молодыми мамочками с их только что научившимися ходить детьми. В видео приняли в участии шесть мам и шесть детей. Смотрим и умиляемся! Бэби Стайл! Профессионально сыгранная и качественно снятая пародия на «Гангам Стайл» от профессиональных корейских музыкантов вполне тянет на самостоятельное коммерческое видео и просто радует глаз операторской работой и режиссерской задумкой, которая здесь, в отличие от всех остальных пародий, заслуживает отдельного респекта к качествам подачи и работой музыкантов. Ребята из газеты «Комсомольская правда» умеют не только работать, но и хорошо отдыхать. Да и с чувством юмора у сотрудников все в порядке. «Гангам Стайл» глазами журналистов и других работников «Комсомольская правда». Следующие пародии. Замыкает рейтинг пародийных клипов на песню «Гангам Стайл» видео сотрудников радиостанции «Европа плюс», которые не отстают от своих коллег из «Комсомольской правды». Смотрим! «Гангам Стайл» Едем дальше. Наша традиционная рубрика «Крейзи Ньюз». Анни Лорак подарила клип финалисту «Голоса страны». Вскоре состоится презентация дебютного видео Никиты Алексеева. Никита очаровал не только легендарную Анни Лорак, но и всю Украину. Еще в четверть финале проекта «Голос страны. Перезагрузка». За считанные дни в сети его выступления посмотрели более 200 тысяч человек. Парень настолько понравился звездной наставнице, что еще до суперфинала получил шанс, о котором мечтают миллионы. Каролина с Никитой за время совместной работы над клипом успели стать настоящими друзьями. А создатели клипа на трек «Все успеть» братья-режиссеры Дмитрий и Евгений Миссюры обещают невиданное доселе зрелище. За три минуты зрители станут свидетелями перевоплощения главного героя. Чтобы состарить Никиту, был использован уникальный грим. Кстати, съемки клипа под наблюдением тренера «Голос страны. Перезагрузка» Анни Лорак длились сутки без пауз и перерывов. Вскоре состоится презентация дебютного видео Алексеева. А пока молодой певец много времени проводит в студии звукозаписи. И в финале нашей передачи, как всегда, самое позитивное. Сегодня это видео поющих животных. Пойте вместе с нами и не забывайте писать нам о ваших любимых клипах на нашу страничку ВКонтакте. Всегда ваша Татьяна Гребенюк. Субтитры создавал DimaTorzok